В эфире телеканала Самара Гиз при своем мнении Инга Пеннер. Здравствуйте! Жилищно-криминальное хозяйство. Поджог автомобиля, угрозы, повисшие долги на сотни тысяч рублей, бесконечные прокурорские проверки и взаимные обвинения. Эти страсти, достойные детективного романа, вот уже не один месяц отрисают самарское ТСЖ Челюскинцев. Де-юр, объединившие два дома на одноименной улице, но де-факто разделившие жителей на два непримиримых лагеря. По одну сторону баррикад оказалось руководство ТСЖ и те, кто его поддерживают. По другую, жильцы уверены, что неладные дела творятся в их товариществе. Правда, большая их часть предпочитает, в своем мнении, держать при себе. И только пенсионерка Ольга Скобельцова, поневоле ставшая неформальным лидером оппозиции, не боится огласки. Напротив, у журналистов просит защиты. Ведь в последнее время она получила уже не одну черную метку от недоброжелателей. Началось все с ерунды. Кто-то стал портить подъездные стены рядом с квартирой Скобельцовых. Вот около нашей двери, краску облупили, вот это вот, здесь ничего такого не было, вот, видите? А это вот буквально, это свеженькое. Куда-то я обращаюсь или что-то. Опять какой-то знак. Затем пожилым супругам сломали почтовые ящики. Вот этот вот ящик, это вот был мой. Вот сначала его корежили, вот это вот корежили, корежили. В итоге они сломали этот замок, а корреспонденции получать надо. Я купила вот этот ящик, повесила. Вот. После собрания его забили, мусором забивать начали. Вот, видите? Вот. Были еще вырванные с корнем растения, которые Ольга Скобельцова выращивала в подъезде. Но оказалось, это все цветочки. Жареным запахло в конце 2013 года, когда в 4 утра вспыхнул автомобиль Скобельцовых, припаркованный во дворе. Вазовскую четверку поджигали со знанием дела. Внешний кузов уцелел, потушили быстро. Но сердце автомобиля, двигатель, выгорело полностью. Начало гореть отсюда. Это прямо вот видно было. Все. Здесь никаких сомнений. И когда уже светло было, муж здесь стоял и подошел сосед, и вот они увидели канистру. Канистра, она вот здесь вот валялась. Я так поняла, что вот здесь между гаражиками. Вот. Подняли, понюхали. Какая-то жидкость горючая. Значит, что... Ну, глупости, конечно, сделали они. Муж, значит, ее так подпинул вот туда вот. Вот сюда вот. Ну, Дима, потом возьмем, да. Исчезла канистра. Какие-то такие бандитские методы, мелочные какие-то. Причем, вы понимаете, я понимаю, что не своими руками это все делается. Если бы кто-то бы стал искать, хотя нам следователь уже однозначно так намекает, но если чудо, если чудо случится, я им сразу сказала, вы знаете, что говорю, мне не важно, кто спичку подносил, мне важно, кто это заказал. А то, что это было заказано, это 100%. Здесь, как говорят, к бабке не ходи. Так ли это на самом деле, судить вам и тем, кто по долгу службы занят распутыванием уголовного дела. Пока следователи Октябрьского района все подробности, если они, конечно, есть, предпочитают хранить в тайне. И щедры лишь наказенные формулировки, которые мало проливают свет на дело о поджоге. В настоящее время по данному уголовному делу проводят следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на установление лиц, совершивших преступление. Пока следователи ищут тех, кто поднес спичку, попробую понять, как из искры разгорелось пламя. И для начала хронология событий. ТСЖ Челюскинцев, который ныне оказался в эпицентре скандала, было создано 3,5 года назад, в июне 2010-го. У его истоков стояли два человека. Юрий Чалый, руководитель ООО «Сантехстрой», он стал первым председателем ТСЖ, и Олег Мездрик, член правления. Оба имеют квартиры в 19-м доме Почелюскинцев, оба люди не бедные, в то или иное время занимающиеся бизнесом, связанным с ремонтными работами. В том же 2010-м году, когда было создано ТСЖ, начались события, в которых до сих пор концов не могут найти компетентные органы. А изучать их начали как раз с подачи Ольги Скобельцовой. Я уже здесь закопалась в этих бумагах, отписках бесконечных, туда-сюда, по инстанциям возвращается, и все ничего. Но областная прокуратура, она признала, значит, о том, что 10-й год – это уже однозначно. Итак, прокурорская проверка показала, что с момента своего образования, с июня по декабрь 2010-го года, ТСЖ Челюскинцев собирало коммунальные платежи с населения. Деньги оседали на счетах товарищества, а должны были, по данным надзорного ведомства, отправляться в зал ПТС-сервис для расплаты с поставщиками тепла, воды и электричества. Потому что ТСЖ с ресурсоснажающими организациями договор на тот момент не заключила, сделав это лишь в январе 2011-го года. В итоге в дураках остались жильцы, которые аккуратно платили за коммуналку и слыхом не слыхивали, что оказались в долговой яме. Вдруг нам коллектор угрозы о том, что мы должны в ПТС-сервис в противном случае, там суды и прочее, прочее. Как я, пенсионерка, оказалась в долгах, вот у меня 21 тысяча там с чем-то. Как это все могло быть? Она так сказала, говорит, а вы куда платили? В ТСЖ. Вот, говорит, в 10-м году для нас в ТСЖ ни что было. Понимаете, вы могли дяди Вани, тети Пети, кому угодно. И я как-то по своей порядочности, я никогда не думала, что можно вообще так с людьми поступать. Нам нужна правда, чтобы они пришли и людям сказали. Да, вот так-то так ситуация сложилась, да. Но ведь вот опять по-человечески. Но откровенного разговора не состоялось. По словам Ольги Скобельцовой, руководство ТСЖ вообще не отчитывается перед своими жителями. А тем более в таком деликатном вопросе, как долги. Они начали все-таки частично проплачивать. Вот. А проплачивать, вот опять же у нас потом вопрос, с каких средств? Более того, коллектор начал названивать мне, значит, давайте уговорить людей, чтобы мы написали заявление каждой от себя на председателя ТСЖ о том, что мы просим, чтобы, значит, и средств вот этих содержаний, или там как, я не знаю, проплатили эти долги. Вы понимаете, что просили? Я говорю, я никогда такого делать не буду. В сделке совести Ольга Скобельцова предпочла решительные действия, забросала правоохранительные органы заявлениями. О неудаче полицейские не нашли состава преступления в вышеописанных событиях, ее не остановили. Инционерка попала на личный прием к прокурору области Мурату Кубалоеву. И тот дал ход новой проверке. Инициирована была проверка и направлены материалы для решения вопроса о наличии в действиях сотрудников ТСЖ признаков состава преступления ст. 159 Уголовного кодекса. То есть это мошенничество. По результатам только проверки сотрудники полиции, орган полиции сможет принять решение, действительно имеются в наличии признаки этого преступления, либо нет, либо иную другую статью, которую они усмотрят при проверке этих документов. Неоднократно материал возвращался, и только благодаря действиям прокуратуры отказной материал в настоящий момент не утвержден, и продолжаются проверочные мероприятия. То есть у вас такая последовательная в этом смысле позиция? То есть вы по-прежнему настаиваете, что-то они там не доделывают? Однозначно, да, в связи с чем постановление признается незаконным, необоснованным, и материал возвращается на дополнительную проверку. На сегодня долг ТСЖ, по данным областной прокуратуры, это чуть более 900 тысяч рублей. Будет в итоге заведено уголовное дело или нет, в надзорном ведомстве пока не готовы ответить. Но оценку действиям тех лиц, кто отвечал за доследственную проверку, здесь уже дали. Вместе с тем, по результатам этой проверки, выявлены волокиты страны, органы полиции, в связи с чем было внесено представление прокуратуры Октябрьского района. Виновные лица понесли служенное дисциплинарное наказание. Почему так работают полиции? Почему при наличии очевидных составов преступлений, почему дело не возбуждается? Не установлено ничего, нигде деньги, никак они ушли, никуда. Это абсолютно непонятно. Экономические преступления чем характерны? Там есть огромное количество документов, которые предоставляются в банк, контролирующим органам, в налоговую инспекцию. Какие-то есть первичные документы, куда-то ушли деньги, есть расчетный счет. Это все видно и проверяется. Просто кто-то либо хочет этим заниматься, либо не хочет. И когда человек не хочет признавать, видеть в очевидном, он создает видимость, что тут не совсем ясно, тут непонятно, тут вопрос, тут не до конца мы получили данные, тут мы не успели. Но если уходят деньги в большие количества, куда они деваются, как? Если возникает долг, куда было оплачено? Либо кто-то должен дать ответ на это, либо нет. Пока этот вопрос остается риторическим. Меж тем на повестку дня, помимо долгов, которые непонятно из какого кармана будут оплачиваться, встает и еще один вопрос о капитальном ремонте. В нем панельная девятиэтажка на Челюскинсов с почти 40-летним стажем, ой, как нуждается. Но вот кто будет контролировать финансовые потоки? Как известно, с этого года все собственники квартир обязаны платить взносы. По закону копить деньги можно двумя способами. Либо открывать личный счет дома, и в таком случае средствами полностью распоряжается ТСЖ, можно еще перечислять взносы региональному оператору, и тогда ответственность за них несет государство. Второй вариант Ольги Скобельцовой показался более удачным. И пенсионерка организовала альтернативное собрание жильцов. 49 человек проголосовали за регионального оператора. Такое вот вот ум недоверия руководства ТСЖ. Собрание это, кстати, состоялось 23 ноября. А утром 28-го загорелась машина Скобельцовых, о чем я рассказывала в начале передачи. Думаете, совпадение? Не знаю. Кто бы ни поджег авто, он знал, что бьет по больному. ВАЗовская четверка – главный источник дохода в семье пенсионеров. На ней супруг Ольги Алексеевны возят металлолом. На то и живут. Женщина опасается, что на этом ее злоключение не закончится. Я ведь, когда позвонила в этот же день полицейскому участковому, я говорю, вы знаете, сожгли машину. Его фраза. И это только начало. Эта двоякая фраза, она меня не отпускает. Это что значит? Это что значит? Я расцениваю это как угрозу дальше. А дальше что они хотят? Понимаете? По крайней мере, о себе они напоминают постоянно. Живем, увидим, кто чего стоит. В конце концов, я говорю, если я и умру, то я порядочным человеком умру. Я тоже думаю о том, что ума хватит, в конце концов, не делать дальше гадостей. Отвечай по закону. Пока же руководство ТСЖ не торопится отвечать даже на вопросы журналистов. До члена правления Олега Мездрика дозвониться не удалось. Юрий Чалой, первый председатель, ныне ушедший в отставку, но оставшийся в правлении, даже слышать ничего не хочет об этой истории. Вот этот бредятин, который он несет, я даже не хочу обсуждать. Мне уже так все это надоело. Было куча проверок и прокуратуры, и кого только не было. Машина, она там пишет заявление, как вот это я сделал. Вот тут, понимаете, мне просто хочется... Никто чего это не видит, не слышит, не знает ничего. Вот эти долги, которые якобы образовались в ТСЖ, они действительно есть? Ну и новый председатель товарищества Николай Логвин не был рад моему звонку. Между прочим, сообщив, что в мутных делах ТСЖ взял самоотвод. Я ничего не знаю, абсолютно не слышать про это не хочу. Это сквочная баба такая, это вообще не говяйка. Я про нее слышать не хочу, я ничего не говорить не буду. Я не знаю ничего, во-первых. Я уже никто, я уже не председатель. К слову, по закону сменить председателя ТСЖ может только общее собрание жильцов. И, насколько мне известно, его пока не было. Но судя по тому, как реагируют представители товарищества, в нем царит сейчас полная анархия. Кое-как мне удалось договориться встретиться лишь с юристом этой организации и активисткой-пенсионеркой, которую полностью поддерживает руководство ТСЖ. Но и с ними поговорить толком не получилось. Нам нужна как бы объективная ситуация. Объективная ситуация может быть только подо все точки зрения представлены, понимаете. И поэтому мы приехали сюда. Даже не знаю, да, что говорит. Нет, давайте не будем. Лучше письменно, и мы письменно лучше ответим, чтобы не было потом переверания. Я просто юрист, я не узнал. В финансовой ситуации я не владею. Кому, кому, сколько, кто что-то должен. Я знаю, что я сломал. Телевидение-то еще. Чего-то телевидение добрались. Слушайте, тут живешь, чтобы не болеть, либо лекарства были нормальные. Мы-то что, мы жильцы. Мы плачем регулярно из квартиры. Периодически чистят снег. Ну, не всегда, как бывает. Мусор вывозится. Нерегулярно вывозится мусор. Люди работают. Но не надо им мешать. Зачем эти бесконечные проверки, бесконечные тут сутяга. Кому она нужна? Не знаю. Я считаю, что она просто вредная. Это просто бред какой-то сумасшедший. Я больше ничего не могу сказать. Но, тем не менее, видите, прокуратура признает, что... Вы знаете, а... А, тысячи, вот, посчитайте, вот здесь вот написано. Настоящее время. Задумки. Ну, они с тобой разберутся. Ей-то что, с куинцов это-то иногда. Ну, они сами разберутся. Это месть. Между нами девчонками говорят, это месть. За что? А что в прекрасное время он оскорбил ее мужа. Вот такой там разговор был. Ну, мужики-то поговорили там на каких-то разнованиях. Я не знаю. А то, что поджег машина, как вы думаете, кто это может сделать? Ну, неужели наше руководство это займется? Возможно, это сделали эти, как называют... Вот он металл-то ищет, а уже все, весь город поделем. У каждого свой участок. Вот его бизнес, кто его знает там, что он с этим металлом делал. Какие могут быть конкуренты? Ну, какие конкуренты? Он никогда ни у кого ничего... Я не знаю. Последняя информация, значит, вот она уже говорит о том, что это я сама машину подожгла. Ну, то есть вот до этой дури... Когда программа уже была практически готова к выходу в эфир, я все же получила письменный ответ из ЦСЖ. И в нем изложена совсем иная версия событий. Цитирую. ЦСЖ Челюскинцев с 1 июня 2010 года, как управляющая организация, имеет право требовать оплаты коммунальных услуг. ЗАО ПТС-сервис, будучи уведомленным об изменении способа управления домом, не предприняла мер по расторжению договоров управления многоквартирными домами и не имела права выставлять жильцам квитанции. 978 972 рубля – это денежные средства, являющиеся задолженностью физических лиц, проживающих в доме номер 19 по улице Челюскинцев перед ЗАО ПТС-сервис. О проводимой проверке отделом полиции номер 4 УМВД России по городу Самаре ЦСЖ Челюскинцев ничего не известно. Конец цитаты. Так что, как видите, руководство товарищества считает себя правым по всем пунктам. Ну а так ли это на самом деле, здесь свою правовую оценку давно пора дать компетентным органам и не затягивать с этим. Ольга Скобельцова сообщила мне, что некие лица уже передают ей приветы с прозрачными намеками на расправу. Очень нехорошая история. Но, может быть, продолжение у нее будет более оптимистичным. С меня новые подробности. А на сегодня пока все. Удачи вам. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok